Жена прикупила латки для быстрого и не слишком ответственного ремонта одежды, решил поделиться, как оно работает. Основная мотивация покупки, дочка за зиму умудрилась порвать три пары штанов, то упадет неудачно, то решит съехать с горки на коленях вместо санок. Поэтому для садика были куплены другие штаны, а уже поврежденные оставлены на убое, но дырки все равно надо устранить. Зашивать же время не так, чтоб есть, поскольку младший сын уже шестой месяц дает жару, животики плавно переходят в первые зубы. Были куплены два вида, типа балоньевой ткани, самоклейки, и типа замши, с термоклеевым слоем. Ссылка на первое, в описании, второе, вот. Упакованы в простые пакетики, каждой разновидности по две штуки размера. Фактура, балонька, замша. У балоньки под защитной бумагой просто слой клея. У замши, термоклеевая пленка, которая не слишком крепко сидит на латке и при снятии защитной бумаги норовее отклеится, так что лучше делать это аккуратно. Приклеиваем. Балоньевую латку надо просто наклеить на место ремонта и хорошо прижать. Жена не заметила этот момент и прогладила ее. Но латке это не повредило, село хорошо, отклеиться не пыталась. Замшевую латку использовали для свитера, который я люблю, но ношу уже только на прогулке с детьми, дома и так далее. У него как раз протерся рукав. Эту латку после наложения надо прогладить через слой хлопковой ткани, чтоб термоклей расплавился. После приклеивания латки попробовал наизлом, края держатся крепко. Но долговечность решения покажет только время. Поскольку вторую замшевую латку надо было симметрично приклеить на второй рукав для соблюдения нормального вида свитера, то пространства для экспериментов не осталось. А вот с балоньевой немного побаловался. Приклеил фрагмент латки на кусок подкладочной ткани. После приклеивания попробовал царапать саморезом. Латка не отклеилась, и следов на ней не осталось. Активное трение в течение минуты тоже никак не повредило. Но после интенсивного сминания один край чуть-чуть отслоился. Что в итоге, в целом, штука относительно полезная. Но нужно понимать, что эти латки скорее костыль для экстренного ремонта вещи, чтоб повреждение не усугублялось, с перспективой нормальных швейных работ. Ну или же, если внешний вид вещи уже не так важен, чтоб тратить время и усилие на полноценный ремонт. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Продолжение следует...